Доллар Приветствую коллеги, датитми аналитика и сами я Артур Изядуль. Доллар на сегодня окончательно учел в защиту, в среду индекс пробил 96 пунктов, спустился он получается на минимум июня. Анализируя компоненты индекса доллара, можно увидеть, что основной вклад в движение, в ослабление индекса внесло именно евро. Если мы рассмотрим динамику с начала недели, то есть с 12 июля, то вот видно, как изменения евро-доллара, канадского доллара, фунта стерлинга, японской иены относительно доллара США, как они различаются. Больше вклад, больший рост показал именно у нас евро, как мы видим. Все остальные валюты, они вот у нас относительно доллара, а их изменения колебаются от, получается, минус 0,2% до плюс 0,3%. В то время как евро против доллара у нас прибавил 1,5% примерно. Кстати, евро у нас входит в индекс доллара с наибольшим весом, поэтому, как мы видим, у нас он снижается активно, получается, вот здесь с начала недели. В понедельник, кто смотрел мое видео, наверное, помнит, что мы разбирали торговую ситуацию по евро-доллару. Значит, на сайте брокера я также размещал вот такую вот статью, где вот я аргументировал, почему европейская валюта у нас может пропустить июльское заседание ЦБ мимо ушей. Рассматривал здесь вот техническая картина по евро-доллару, да, которая у нас как раз-таки отработала именно так. Давайте посмотрим, что, значит, произошло. Видно, да, вот здесь, что после похода у нас на уровне 1,1360 был вот этот откат, и затем у нас пара евро-доллар ушла вверх, как мы, в принципе, здесь и предполагали. Значит, поэтому длинные позиции по паре евро-доллар у нас сейчас остаются оправданы, так как заседание ЦБ еще не прошло. Ну и как раз-таки в статье и в прошлом видео я обсуждал, почему у евро не должно вызывать беспокойство то, что скажет Кристин Лагард на заседании в четверг. Внимание рынков вчера и мое внимание привлекло выступление так называемых говорящих голов ФРС, ну то есть чиновников, которые отвечают за монетарную политику, которые выступают с какими-то комментариями по поводу того, что изменится в монетарной политике в ближайшем будущем, почему ее нужно менять, как там воздействовать на экономику и стимулировать сейчас и так далее. Значит, вчера высказывался ряд чиновников ФРС, если кратко, если в двух словах описать, что же они говорили, они у нас продолжают сетовать на то, что будущее окутано густым слоем тумана, вот экономический прогноз США получается. Но ключевые программы, программы стимулирования экономики, они у нас истекают уже примерно через месяц получается. Так, глава ФРБ Сент-Льюис Буллард ожидает, цитирую, что Конгресс не остановится на полпути и в конце этого месяца они слепят новую фискальную стимулу для фирмы и для домохозяйств, для стимулирования потребления. В зависимости, естественно, от размера этой программы, да, вот ожидаемой, это как бы, по сути, можно выразиться, это как ожидаемая программа, ожидаемый план заимствования правительства США. От этого будет зависеть то, будет ли как бы ФРС подставлять свое плечо, потому что у нас размер заимствований, объем заимствования правительства, он у нас может вызывать шок на рынке изначейских облигаций, так как, по сути, если правительство вдруг объявит о новом мощном стимулировании, да, если в планах возникнет снова вот такая вот какая-нибудь программа стимулирования, что это будет означать? Это будет означать резкий приток нового долга, новых государственных, казначейских облигаций, которые выпустит Минфин, чтобы занять эти средства. Так вот, новый приток предложения, да, для рынка, он может не понравиться инвесторам, и поэтому, естественно, это требует координации с Федеральной резервной системой, чтобы она подставила свое плечо, чтобы она вмешала, запустила там какую-то программу скупки активов, да, вот именно сгенерировала, собственно, спрос на этом рынке, чтобы трейдеры, инвесторы увидели, что на рынке изначейские облигации присутствуют покупатели ЦФРС, и поэтому это не привело бы к дисбалансу спроса и предложения на рынке. Это задача ФРС, и поэтому можно ожидать, что если у нас программа стимулирования от Конгресса, Конгресс ее одобрит, скорее всего, ФРС тоже будет как-то, ну, его вмешать, будет также ФРС вмешиваться, да, в это. Вот, все мы знаем, к чему это приводит, как бы сейчас ожидания в долларе США как раз-таки именно такие, вот, поэтому, как бы, происходит снижение, это тоже, как бы, фактор ослабления доллара. Естественно, вот, можно возразить, да, вот, к этой истории, да, вот, со стимулированием, что ФРС и Конгресс, они все-таки, у них есть ограничение, это ограничение инфляции, потому что, если у нас инфляция выходит за рамки допустимого, да, она принимает какую-то угрожающую траекторию, выходит за целевый уровень и начинает ускоряться, естественно, а прошлая история, она уже показала, что это обходится экономике, и ФРС очень дорого, именно подавление инфляции. Вот, поэтому чиновники ФРС должны быть аккуратны в том, как они используют свои инструменты, собственно, и поэтому, вот, как, можно вот такой контраргумент, как бы, предположить, да, вот, выдвинуть, что, если есть угроза, как бы, инфляции, да, от действий ФРС, то, скорее всего, так просто не получится взять и объявить новую программу стимулирования, подключиться к этому ФРС. Но, но, чиновники у нас ФРС продолжают сейчас настаивать, что в экономике возникли и действуют факторы сильной дезинфляции. Значит, Роберт Кап, он это также чиновник ФРС, банкир ЦБ, он в качестве аргумента приводит образовавшийся избыток производственных мощностей, избыток товарных запасов. Вот, вот, я бы хотел объяснить, что это такое, что он имеет в виду и почему это, как бы, вызывает дезинфляционный эффект. А, значит, если мы посмотрим на кривую спроса и предложения, да, вот, у нас пересечение, получается, кривых предложений и кривой спроса дает у нас равновесные цены и равновесный вот выпуск, или, как бы, ну, количество товаров, которые продается и, ну, вот, и потребляется, да, получается. Вот, это у нас будет равновесный, получается, объем товаров и это равновесная цена. Так вот, когда у нас, собственно, происходит шок потребления, да, как раз-таки сейчас, во время коронавирусного шока, у нас и произошел шок потребления, причем уникальность его в том, что это очень устойчивый шок потребления, он происходил несколько, он продолжался несколько месяцев. Так вот, что происходит? Значит, при шоке потребления, естественно, кривая спроса у нас сдвигается параллельно у нас влево, да, и получается равновесные цены и равновесное количество товаров смещаются куда-то вниз, вот сюда, допустим, вот в эту точку. То есть, у нас равновесная цена будет ниже, количество товаров также будет ниже. Вот, что это такое? Значит, это у нас дефляционный эффект, эффект, именно, который подавляет равновесные цены. Поэтому мы и говорим, что если цена у нас снизилась от того, что кривая спроса у нас сдвинулась, у нас произошел, наблюдается дефляционный эффект. Однако, кривая предложения, что с ней происходит? Она подстраивается, собственно, под возникший вот этот шок спроса гораздо дольше, иногда значительно дольше, так как у производителя, у него, по сути, обнаруживаются избыточные производственные мощности, да, чтобы у нас кривая предложения могла подстроиться после шока спроса, она у нас, получается, должна сдвинуться также влево, да, параллельно влево, и, получается, у нас цена вырастет, да, и, получается, производителям будет от этого выгоднее. И, соответственно, у нас увеличится также, у нас уменьшится даже дополнительно количество продаваемых товаров. Но вот, собственно, подстройка кривой предложения, да, вот сдвиг кривого предложения влево, это происходит значительно дольше, потому что, ну, производители, если мы в целом, мы, говорим, не могут просто взять и вот эти избыточные производственные мощности или избыточную рабочую силу просто взять от нее и избавиться, да, то есть подстроиться. Собственно, поэтому, так как эта подстройка, время подстройки из-за этого увеличивается, у нас и происходит, у нас и возникает такая ситуация, что произошел у нас шок спроса, у нас кривая спроса сдвинулась, а кривая предложения у нас не сдвигается, да, не подстраивается, и из-за этого у нас возникает дезинфляционный эффект. Как раз-таки из-за отсутствия постройки, или, точнее, из-за длительной подстройки кривого предложения у нас цены долго начинают сдерживать, у нас рост цен, сдерживается инфляция. Именно на этом акцентирует внимание, а, значит, Роберт Каплан, да, вот он утверждает, что из-за возникновения избыточных производственных мощностей, которые возникли из-за того, что у нас возник резкий шок спроса, есть у нас сильные факторы, которые сдерживают дефляцию и сдерживают инфляцию. Вот в этом и заключается его аргумент. Собственно, поэтому у нас у чиновников РС сейчас есть и желание, получается, ощущение безнаказанности того, что они делают, да, то, что они спокойно могут скупать у правительства, скупать банды правительства США, финансировать, по сути, правительство, чтобы они там уже дальше пытались воздействовать на совокупный спрос в экономике, как-то стимулировать. Поэтому, да, вот как бы так свободно сейчас обсуждается после нескольких раундов крупного, мощного стимулирования экономики США правительством, да, снова обсуждается спокойно новая фискальная программа чиновниками ФРС, и как бы, как уже показала практика, вот эти все программы, они у нас активно обесценивают доллар. Отсюда мы получаем исклонность рынка, да, сейчас ожидать дальнейшее ослабление доллара, который, как мы видим, у нас постепенно реализуется, да, реализуется у нас и в долларе, и в индексе доллара, да, который постепенно, но вот он спускается, да, вот это падение, оно у нас, движение в индексе, оно происходит, потому что вот, вот здесь у нас как раз-таки, вот здесь конгресс у нас, получается, вмешался, вот здесь у нас была неопределенность, да, повышенные участники рынка там пытались понять, будет ли еще хуже, будет ли кризис у нас ликвидности, кризис доллара, не оправдалось это все, и затем уже возымели вот эти действия, вот эти программы стимулирования, эффект, их эффект на доллар начал постепенно реализовываться, и сейчас, получается, с активизацией риторики со стороны чиновников ФРС, мы имеем вот похожую вот такую вот ситуацию, которая может привести к дальнейшему ослаблению доллара. Значит, эти ожидания, они, естественно, подогреваются и ухудшением эпидемиологической обстановки в США, да, там у нас рост числа новых случаев, рост госпитализации, да, это, естественно, объективно тормозит, как бы, экономику, да, подавляет восстановление, удлиняет этот ожидаемый, да, получается, срок восстановления. Отдельно у нас Штаты, они не спеша отправляют осторожность со снятием карантина, получается, со снятием локдауна. Необходимость, естественно, новой вот такой поддержки и соответствующее возникающее давление на правительство США, чтобы это вот реализовать, да, вот это, конечно, образует вот такой перекос в ожиданиях, кто больше будет стимулировать экономику, там, США против вот, против других развитых стран, да, вот этот дисбаланс, вот этот в ожиданиях того, что США все-таки придется вновь стимулировать, когда в другие, получается, страны не смогут, у них будет меньше, да, как бы, нужда, да, вот в этом, и вот это и приводит к той ситуации, которую мы сейчас видим в долге, да, приводит к его ослаблению, потому что есть вот эти вот ожидания. Собственно, если мы говорим конкретно про евро-доллар, то въезд у нас в ситуации с вирусом намного лучше, она под контролем, и поэтому ожидание у нас какого-то нового, нового мощного раунда, да, там, вмешательство правительства в экономику, ввиде того, что нам будут раздавать деньги, там, будет давать предприятия как-то активно, этих ожиданий у нас меньше, чем в США, собственно, это дополнительный аргумент в пользу силы евро относительно доллара. Вот такое вот у нас сейчас положение у нас касательно доллара, касательно других основных валют. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, их задавайте, комментарии по поводу того, будет ли дальше происходить ослабление доллара, делитесь вашими соображениями, готов я, естественно, обсудить это с вами активно. На сегодня все, спасибо за ваше внимание, увидимся в пятницу.